здравствуйте дорогие товарищи слушатели марксисты сегодня вашему вниманию мы хотим предложить работу Владимира Ильича Ленина проект программы РКП большевиков так она так она названа о чем здесь идет речь и почему она так названа речь идет о том что эта работа была написана за месяц до начала восьмого съезда РКПБ который состоялся в марте 1919 года то есть она была написана 25 февраля вернее написано 25 февраля и опубликовано 25 февраля 19 года в правде в газете правда за номером 43 почему не возникла такая необходимость опубликования проекта программы РКПБ но вы знаете что к этому моменту уже произошла Октябрьская революция в семнадцатом году вот и конечно ситуация изменилась и первая программа которая была принята на втором съезде она но частично программа минимум была выполнена ну и необходимо было внести некоторые и другие изменения в том числе и название партии сменилось с тех пор и и еще на седьмом съезде в восемнадцатом году значит была поставлена задача что на следующем съезде на восьмом в девятнадцатом году нужно подготовить к этому съезду и принять новую программу вторую программу РКПБ значит была создана комиссия по подготовке этой программы из семи человек и возглавил ее и возглавил ее и возглавил ее Владимир как председатель комиссии он отвечал за за эту работу и вот решил за месяц до обсуждения проекта который предложит комиссия ну как бы вынесли на обсуждение народное обсуждение через газету правда и вот это конечно не полностью вся программа была вынесена туда напечатана в этом номере газеты а только вы вступительная ее политическая часть этой программы второй программы РКПБ вот и поэтому давайте посмотрим что же предложил Владимир Ильич в этом проекте и что было напечатано в газете и так в этом проекте было сказано следующее революция 25 октября 1917 года в россии осуществила диктатуру пролетариата начавшего при поддержке беднейшего крестьянства созидать основы коммунистического общества рост революционного движения пролетариата во всех передовых странах повсеместное появление и развитие советской формы этого движения то есть такой которая направлена прямо к осуществлению диктатуры пролетариата все это показало наглядно что началась эра всемирной пролетарской коммунистической революции вот такое первое положение здесь в этом проекте Владимир Ильич предложил далее он говорит природу капитализма и буржуазного общества которое господствует еще в большинстве цивилизованных стран и развитие которого неизбежно приводит к всемирной коммунистической революции пролетариата наша старая программа правильно если не считать не точно название партии социал-демократическую охарактеризовала в следующих положениях то есть он говорит как же первая программа характеризовала господствующая господствующий капиталист буржуазное общество в мире и говорит главная особенность такого общества то есть буржуазного общества составляет товарное производство на основе капиталистических производственных отношений при которых самая важная и значительная часть средств производства и обращения товаров принадлежит небольшому по своей численности классу лиц между тем как огромное большинство населения состоит из пролетариев и полупролетариев вынужденных своими своим экономическим положением постоянно или периодически продавать свою рабочую силу то есть поступать наемники капиталистам и своим трудом создавать доход высших классов общества вот как четко характеризуется положение пролетариата в разном обществе программе далее продолжает область господства капиталистических производственных отношений все более и более расширяется по мере того как постоянное усовершенствование техники увеличивая хозяйственное значение крупных предприятий ведет к вытеснению мелких самостоятельных производителей превращая часть их в пролетариев суживая роль остальных в общественной экономической жизни и местами ставя их более или менее полную более или менее явную более или менее тяжелую зависимость от капитала тот же технический прогресс говорит владимир и дает кроме того предпринимателям возможность все в больших размерах применять женский и детский труд в процессе производства и обращения товаров а так как с другой стороны он приводит к относительному уменьшению потребности предпринимателей в живом труде рабочих то спрос на рабочую силу необходимо отстает от ее предложения вследствие чего увеличивается зависимость наемного труда от капитала и повышается уровень его эксплуатации то есть так вот развитие капитализма в его империалистической стадии усиливает эксплуатацию именно по каким причинам вот показывает здесь владимир ленин в этой в этом проекте далее он говорит такое положение дел внутри буржуазных стран и постоянно обостряющееся взаимное их соперничество на сибирном рынке делают все более и более затруднительным сбыт товаров производимых в постоянно возрастающем количестве перепроизводство проявляющееся в более или менее острых промышленных кризисах за которыми следует более или менее продолжительные периоды промышленного застоя представляет собой неизбежное следствие развития производительных сил в буржуазном обществе кризисы и периоды промышленного застоя в свою очередь еще более разоряют мелких производителей еще более увеличивают зависимость наемного труда от капитала еще быстрее ведут к относительному а иногда и абсолютному ухудшению положения рабочего класса то есть как идет развитие и усиление эксплуатации показывает здесь в этом положении владимир ильич собственно если переложить на современное время то практически спустя сто лет мало что изменилось если так внимательно подумать далее таким образом говорит ленин усовершенствование техники означающее увеличение производительности труда и рост общественного богатства обуславливает собой в буржуазном обществе возрастание общественного неравенства увеличение расстояния между имущими и неимущими и рост необеспеченности существования безработицы и разного рода лишений для все более широких слоев трудящихся масс ну то есть идет такой процесс что можно как если грубо перевести на простой язык что и богатые становятся богаче а бедные становятся беднее я думаю что и сейчас мало что изменилось ну да но говорит далее владимир ильич по мере того как растут и развиваются все эти противоречия свойственные буржуазному обществу растет также и недовольство трудящейся и эксплуатируемой массы существующим порядком вещей растет число и сплоченность пролетариев и обостряется борьба их с эксплуататорами то же время усовершенствование техники концентрируя средства производства и обращения и обобществляя процесс труда в капиталистических предприятиях все быстрее и быстрее создает материальную возможность замены капиталистических производственных отношений коммунистическими то есть той социальной революции которая представляет собою конечную цель всей деятельности международной коммунистической партии как социальной выразительницы классового движения пролетариата то есть выразителем класс классового движения пролетариата является коммунистическая партия говорит владимирович заменив частную собственность на средства производства и обращения общественную и введя планомерную организацию общественно производительного процесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества социальная революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все угнетенное человечество так как положит конец всем видам эксплуатации одной части общества другое то есть здесь он уже переходит мысли а что же нужно сделать чтобы избавить трудящиеся массы от эксплуатации то есть вот именно таким путем нужно идти говорит владимирович необходимые условия этой социальной революции продолжает он составляет диктатура пролетариата то есть завоевание пролетариатом такой политической власти которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить свою великую историческую миссию коммунистическая партия организует его самостоятельную политическую партию противостоящую всем буржуазным партиям руководит всеми проявлениями его классовой борьбы разоблачает перед ним непримиримую противоположность интересов эксплуататоров интересам эксплуатируемых и разъясняет ему историческое значение и необходимые условия предстоящей социальной революции вместе с тем она обнаруживает перед всей остальной трудящейся и эксплуатируемой массой безнадежность ее положения в капиталистическом обществе и необходимость социальной революции в интересах ее собственного освобождения от гнета капитала партия рабочего класса коммунистическая партия зовет свои ряды все слои трудящегося и эксплуатируемого населения поскольку они переходят на точку зрения пролетариата то есть каким путем как сделать пролетариат способным выполнить свою задачу которая лежит историческую задачу которая лежит на пролетариате как передовом классе вот именно таким путем предлагает владимир ильич и зовет в эту партию рабочего класса которого представляла его интересы все слои трудящегося и эксплуатируемого населения но но именно эти слои должны встать на точку зрения пролетариата говорит владимир ильич в этой в этом проекте далее процесс концентрации и централизации капитала уничтожая свободную конкуренцию привел начале двадцатого века к созданию могучих монополистических союзов капиталистов получивших решающее значение во всей экономической жизни и к слиянию банкового капитала с громадной концентрации капиталом промышленным к усиленному вывозу капитала в чужие страны к тому что начался экономический раздел мира поделенного уже территориально между богатейшими странами охватывающими все более и более широкие группы капиталистических держав это эпоха финансового капитала эпоха невиданной ожесточенной борьбы между капиталистическими государствами есть эпоха империализма то есть в этой статье он практически дает краткую характеристику империализму то есть той стадии в которой вступил капитализм к началу двадцатого века отсюда продолжает он неизбежно вытекают империалистические войны войны за рынки сбыта за сферы приложения капитала за сырье и дешевую рабочую силу то есть за мировое господство и за удушение малых и слабых народностей именно такова первая великая империалистическая война 1914-18 годов говорит он ну если внимательно подумать то и и через сто лет у нас достаточно мало что изменилось в этом плане как он говорит Владимир Ильич вот именно об империалистических войнах и далее и через говорит он чрезвычайно высокая ступень развития мирового капитала вообще и смена свободной конкуренции государственно-монополистическим капитализмом и подготовка банками равно союзами капиталистов аппарата для общественного регулирования процесса производства и распределения продуктов и стоящие связи с ростом капиталистических монополий рост дороговизны и гнета синдикатов над рабочим классом закрепощение его империалистическим государством гигантское затруднение экономической и политической борьбы пролетариата и ужасы бедствия разорения порождаемые империалистической войной все это делает из достигнутой ныне ступени развития капитализма эру пролетарской коммунистической революции то есть ужасы капитализма привели к эре говорит Владимир Ильич пролетарской коммунистической революции и эта эра началась говорит он и продолжает что только пролетарская коммунистическая революция может вывести человечество из тупика созданного империализмом и империалистическими войнами каковы бы ни были трудности революции и возможные временные неуспехи те или иные контрреволюции окончательная победа пролетариата неизбежно так предлагает он записать вот именно уже во второй программе РКПБ ну и далее он говорит победа мировой пролетарской революции требует полнейшего доверия теснейшего братского союза и возможно большего единства революционных действий рабочего класса передовых стран эти условия не осуществимы без решительства принципиального разрыва и беспощадной борьбы с тем буржуазным извращением социализма которая одержала победу в верхах официальных социал-демократических и социалистических партий то есть он подводит мысли что необходимо бороться с оппортунизмом и продолжает таким извращением является с одной стороны течение оппортунизма и социал шовинизма то есть социализма на словах шовинизма на деле прикрытие защиты грабительских интересов своей национальной буржуазии лживым лозунгом защиты отечества как вообще так и в особенности во время империалистической войны 1914-1918 годов это течение создано тем что передовые капиталистические государства грабя колониальные и слабые народы давали возможность буржуазии подкупать частицами добытой этим грабежом сверхприбыли верхушку пролетариата и обеспечивать им в мирное время сносное мещанское существование и брать на службу себе вождей этого слоя оппортунисты и социал шовинисты будучи слугами буржуазии является прямыми классовыми врагами пролетариата особенно теперь когда они в союзе с капиталистами вооруженной рукой подавляют революционное движение пролетариата как в своих так и в чужих странах а с другой стороны говорит ленин буржуазным извращением социализма явилось течение центра центром понятия берет в кавычки наблюдаемая равным образом во всех капиталистических странах которая колеблется между социал шовинистами то есть оппортунистами и коммунистами отстаивая единство с первыми с оппортунистами и пытаясь возродить обанкротившийся второй интернационал руководителем борьбы пролетариата за его освобождение является лишь новый третий коммунистический интернационал который как вы помните был создан буквально вот в это в это время которым в которое пишет статью владимир ильич то есть новый третий коммунистический интернационал фактически основанный образованием коммунистических партий из действительно пролетарских элементов прежних социалистических партий в ряде стран и приобретающий все больше сочувствия в массах пролетария пролетариата всех стран этот интернационал не только своем названии возвращается к марксизму но и всем своим идейно-политическим содержанием всеми своими действиями осуществляет революционное учение маркса очищенное от буржуазно оппортунистических извращений вот на этой мысли он заканчивает статью в газету заканчивает статью в газету ну конечно этим не заканчивается программа и подготовка ее к съезду ну и мы вот как бы рассмотрев эту статью которая была напечатана в правде 25 февраля 19 года и мы с вами остановимся рассмотрение вот этой второй программы РКПГ пожалуйста может какие-то возникли вопросы или уточнения давайте попробуем тут интересно да вроде как партия демократия опрещение принимается большинство а тут лидер партии берет пишет программу публикует в газете нет значит подожди ты не понял я же сам начальник сказал что разработку этой программы на седьмом съезде восемнадцатом году поручили комиссии из семи человек вот этот вопрос чтобы можно было до 7 человек до комиссии 1 как сколько нужно человек чтобы выработать что вся партия будет так если не обозначить конкретных ответственных то никто ничего не сделает и конечно был председателем владимирович члене назначили вот то что он подрабатывал съезду он публиковал для того чтобы народ ну рядовые хотя бы члены партии там даже партийный сочувствующий могли знать а что предлагает комиссия который поручил съезд работу поэтому это неправильное мнение считаю что кто-то один это и коллективный труд был это был коллективный труд хотя конечно съезд потом обсуждал и принял программу конечно с какими-то дополнениями изменениями и если кто-то интересуется как это отличается вот тот проект который он опубликовал и который был принят съездом это берете вот тридцать восьмой том 5 собрания сочинений здесь это вот его статьи проекты есть и в приложении этого же тома то программа которая была принята на восьмом съезде вы ее тоже можете здесь найти в этом томе 38 вот так я хотел ответить на ваш вопрос хороший ответ есть еще вопросы что сканчиваем тогда